Финляндия это самая счастливая страна на планете. Когда-то один из беднейших уголков Европы, ставший одним из успешнейших. Это страна и культура, выжившая внутри двух мощных североевропейских империй. Это страна, побывавшая союзницей Гитлера и одним из главных нейтралов холодной войны. Северное сияние, колевала, снайперы, архитектурный минимализм, исторические потрясения и современное благополучие. Всем привет, я Егор Зырянов и вы на канале Red Room, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории и сегодня мы проследим исторический путь в Финляндии. Посмотрим, как народ, который живет на не очень большом и не очень богатом клочке северной земли, умудрился выжить посреди больших завоеваний и грозных империй. И не просто выжить, а в итоге построить одну из самых успешных стран в мире. Поехали. Европейская цивилизация пришла в Финляндию вместе с крестоносцами в 12-13 веках. Северные крестовые походы ассоциируются у нас с немецкими рыцарскими орденами, но мы зря забываем о лепте шведов и датчан. Начавшись с попытки шведского короля Эриха Святого принести отсталым финнам свет христианской цивилизации, надо сказать, что по факту за 4 года своего правления он больше ничего и не успел, все закончилось полным завоеванием финских земель при Биргере Магнусоне в самом конце 13 века. Финал, конечно, неожиданный, но, впрочем, надо сказать, что в некотором смысле финнам повезло. При Биргере в Швеции отменили пытки каленым железом, неплохо модернизировали в целом судебную налоговую систему, так что, возможно, это был не худший исторический момент. Шведы боролись с Новгородом, даровали своими поражениями неувидающую славу Александру Невскому, основали замки Выборги и Турку и в целом разнообразили современную музейную инфраструктуру Финляндии. От шведов же финны приняли христианство, сначала католическое, а потом и лютеранское. Причем в итоге христианизация прошла весьма мирно. Принадлежность к североевропейской цивилизации с тех пор останется с финнами навсегда. Финские города и замки пусть и получали городские права, но все равно оставались колонией. Сами шведы в Финляндии почти не жили, ограничившись прибрежными регионами и, в общем, оставшись там до сих пор. Только в 14 веке финские элиты получили право избирать короля и Финляндия стала полноценной частью шведского королевства. Надо сказать, что балтийские земли такой чести не удостоились. Но вся эта ассимиляция не уничтожила финскую культуру. Даже в 16 веке с приходом реформации в Скандинавию локальная финская культура никуда не делась. Епископ Микаэль Агрикола, памятник которому и нынче стоит в Выборге, даже перевел на финский Новый Завет. Тогда же шведский король Густав Васа передал в управление своему сыну недавно созданное герцогство финляндское. Новому герцогству дали новый герб со львом, попирающим нижней лапой московский ятаган, что как бы намекала на главную историческую задачу финских земель – борьбу с восточным соседом. Но вернемся к Швеции. Чем сильнее она становилась, тем зависимей становилась Финляндия. В 17 веке шведское королевство стало претендовать на европейское владычество, и полунезависимый статус ее финской колонии оказался не к месту. Вольности поотменяли, земли позабирали в казну и увеличили налоги. Но была и хорошая страна. В ответ на постоянные жалобы финского населения Стокгольм стал проявлять больше внимания управлению своей восточной окраиной. При шведах в 17 веке был основан старейший финский университет в Турку, сейчас университет в Хельсинки. Когда Иоганн Гутенберг впервые запустил свой печатный станок в далеком 15 веке, он вряд ли представлял, к чему это приведет. Религиозные войны и реформация, упрощение, распространение и хранение знаний, и, наконец, без этого литература вряд ли могла бы стать способом профессионального заработка. Но, возможно, о чем-то подобном он мог и подозревать. А вот то, что в наши дни читающий человек может вообще игнорировать его изобретение, он точно и помыслить не мог. Друзья, сегодня я хочу порекомендовать вам книжный сервис строки, который объединит в одном приложении в вашем телефоне ваши любимые книги, подкасты и аудиокниги. Он удобный, симпатичный и, что мне отдельно нравится, гибко настраиваемый. Тут можно выбрать разные варианты подписки в зависимости от того, сколько времени вы собираетесь потратить на чтение, а можно просто купить понравившиеся произведения. А еще здесь есть эксклюзивные книги от издательств, которые вообще больше нигде на российском книжном рынке не представлены. Уверен, что многим, например, будет интересен роман «Мои странные мысли» Архана Памука, самого известного в мире турецкого писателя. Или, наконец, прочитать тысячеликого героя не в пересказе случайного блогера и перестать считать эту книжку мерилом всех мировых сюжетов. В общем, сервис очень функциональный и приятный, советую попробовать. Также вы можете воспользоваться промокодом REDROOM от меня, который даст вам воспользоваться тарифом больше всех на 30 дней. Это самая широкая подписка, то есть у вас будет доступ ко всем книгам. Так что кликайте по ссылке в описании, изучайте строки и читайте хорошие книжки. Роковым для Швеции стало правление Карла XII, когда страна вступила в войну со всеми своими соседями и проиграла самому крупному из них в далекой Украине. Полтавское сражение, как известно, посадило Швецию в зрительский зал мировой истории, откуда она за этой историей с большой выгодой для себя до сих пор и наблюдает. Десять лет Северная война не затрагивала финские земли, но весной 1710 года войска Петра I вторглись в Финляндию и за четыре года завоевали ее всю. Они ушли оттуда только после подписания неинштадтского мира, забрав с собой Выборк, Карелию и Ингрию. Следующее столетие Финляндию заметно сносило в сторону России. То Елизавета Петровна попытается привлечь финнов российским протекторатом, то местная аристократия придет на поклон к Екатерине II с проектом независимой Финляндии. Швеция же за 18 век предприняла две попытки военного реванша и обе кончились продвижением российской границы вглубь финской территории. Мягкой силы Швеция не знала. Куда там в 18-м-то веке? Шведский язык Финляндии был языком администрации и суда. Шведы полагали, что какая разница, на каком языке ты там говоришь, если в состоянии платить налоги. Местные традиции тоже никого не интересовали. Местами сохранились даже языческие обряды. Короче говоря, шведы оставались для финнов властью иноземной. Почти настолько же иноземной, какой потом станут русские. Почти, потому что шведское наследство в Финляндии все еще довольно заметно. Шведский в итоге все же стал и остается вторым официальным языком страны. Его учат в школе, а все госсервисы обязательно двуязычные. После Полтавы Российская империя, пробившая себе путь в Европу по льду Балтийского моря, будет так или иначе влиять на все происходящее в Финляндии. Новая столица, Санкт-Петербург, находящаяся всего в 300 километрах от Хельсинки, будет расти с огромной скоростью, достигнув размера Стокгольма, разбивавшегося со средних веков за 20 лет. И в том числе за счет финских рабочих. Вплоть до 20 века примерно 3% петербургского населения были финскими. Но важнее то, что близость к сердцу новой империи придало южному побережью Финляндии, до этого, в общем-то, захолустье на окраине Европы, огромную важность для европейской политики. Ну а затем в 1807 в Стильзите Бонапарт и Александр поделили континент. Россия в последний раз объявила войну Швеции, генерал Багратион пересек Ботнический залив по льду и подошел к Стокгольму. А после Полтавы в 1809 году Финляндия стала частью Российской империи. И произошло невероятное. Александр I даровал финнам автономию, на которую не могла рассчитывать никакая другая часть его огромной империи. Ни один закон не мог быть принят без согласия финского сейма, парламента. В Финляндии имели свои вооруженные силы и своя таможня. Когда российским позиционерам от кадетов до Ленина понадобится спрятаться от петербургской власти, они будут делать это в Финляндии. У финнов даже календарь отличался от общероссийского. Те же 12 суток, что отделяли Петербург от Парижа, отделяли его от Хельсинки, бывшего Гельсингфорса, ставшего столицей княжества финляндского. Княжество, которому, кстати, еще и вернули отвоеванные в 18 веке у шведов земли. Александр I пообещал уважать религию, основные законы страны, а также привилегии и права жителей. Так Финляндия впервые была создана как единое политическое образование и родилась финская нация. Финскую идентичность лаконично описал поэт Адольф Арвидсон. «Мы не шведы, русскими мы не станем, так что давайте будем финнами». В следующие полвека Финляндии управляла имперская бюрократия, подобранная в Петербурге. Для большинства финнов эпоха бюрократии была временем растущего благосостояния и отсутствия потрясений. Ну, если не считать Крымской войны, когда англо-французский флот атаковал Аланские острова и несколько финских крепостей. Но благодушному Александру не удалось сделать из Финляндии заповедник конституционализма. Да, в общем-то, он и не особо пытался. Как мы знаем, у царя были некоторые сложности со следованием идеалам своей молодости. Да и обширное сельское население не то чтобы способствовало в начале 19 века распространению либеральных идей. Великий князь, он же российский царь, не был обязан собирать финский сейм. И в итоге он не собирался аж до 1863 года. Но широкая автономия позволила финскому языку, культуре и экономике развиваться на протяжении всего имперского периода. Один из виднейших публицистов того времени, Юхан Снельман, издававший газету Сайма под лозунгом «Одна нация, один язык», выступал за форсированную финизацию Финляндии. Ну, то есть, в первую очередь, за перевод всего, что можно на финский. Что характерно, газета Сайма выходила таки на шведском. Да и сам Снельман ничего в итоге по-фински и не написал. В Петербурге феноманов поощряли, считая движение за финский язык этапом культурного отделения от Швеции, следом за которым должен наступить этап русификации. Но, как и всегда, Россия в своей национальной политике была непоследовательна. Например, Петербург поощрял шведоязычное университетское образование, и в 40-х студенты спокойно пели шведские песни, одна из которых стала впоследствии финским гимном. Финский национальный эпос «Калевала», «Вдохновение Толкина», впервые напечатанный в Российской империи, можно было прочитать только на шведском. В конце века Российская империя во главе с главным апологетом русификации Николаем II, наконец, начала наступление на финские вольности. И эта эпоха известна Финляндии как «Время гонений». Империя ликвидировала финские вооруженные силы, распустила парламент и сделала русский язык третьим государственным после финского и шведского. Но для подобного было, мягко говоря, поздновато. Вместо ожидаемого результата финны открыли для себя прелести национализма, влились в революционное движение и активно участвовали в событиях 1905 года. Финляндия, всегда остававшаяся на периферии зрения российского репрессивного аппарата, приобрела от первой русской революции больше, чем кто бы то ни было. В 1906 году старый четырехсословный сейм был заменен однопалатным парламентом, выборы в которой впервые в истории Европы провели на основе всеобщего избирательного права. В это время это была самая радикальная парламентская реформа на континенте. Финляндия стала первой страной Европы и второй страной в мире после Новой Зеландии, где женщины получили полные политические права. Правда, через несколько лет Столыпин снова ограничил права финского парламента, начал преследовать финских националистов и попытался продолжить русификацию, но это все уже были конвульсии. После крушения сначала монархии, а потом и временного правительства, Финляндия впервые в истории была вольна самоопределиться. Сталинская декларация прав народов России и личная инициатива Ленина позволили бывшим провинциям империи расползтись в разные стороны. Но наступал 20 век с его большими идеологиями и не менее большой кровью, и не успела Финляндия насладиться своей независимости, как ее захлестнула гражданская война. Уступка коммунистами бывших имперских земель национальным элитам по задумке была лишь этапом на пути к пожару мировой революции. Финские коммунисты приступили к поджогу в 1918-м. В январе местная Красная Гвардия, состоящая из финского пролетариата и пользовавшаяся поддержкой большевиков, взяла под контроль Хельсинки. Им противостояли белые армии, сформированные на севере под общим руководством бывшего царского генерала Карла Густава Меннергейма. После 108 дней тяжелых боев и 37 тысяч смертей, Меннергейм привел белогвардейцев к победе в мае 1918 года. И нигде белые не будут больше так успешны, как в бывшем великом княжестве финляндском. Но вот великого князя не стало, и новая Финляндия впервые стала именно Финляндией, после некоторых заминок, определившейся как парламентская республика. Причем почти без внутренних конфликтов. В 20-е даже проигравшие гражданскую войну социал-демократы войдут в парламент. Все, кажется, было неплохо. В 1920 году Финляндия вступила в Лигу Наций, и та, представьте себе, решила острый территориальный спор. Шведскоязычные, но финские Оландские острова стремились к объединению со Швецией, но Лига Наций твердо и четко провозгласила их автономной и демилитаризованной зоной в составе Финляндии. Воистину эпохальная победа для Лиги Наций, а ведь могли просто проявить крайнюю озабоченность. В 1920-х Финляндия вступила на путь индустриального развития, но шла по нему медленно, оставаясь одной из наиболее аграрных стран Европы. И знаете, это тоже сыграло и на руку, потому что когда на Уолл-стрит в 29-м году случился биржевой крах, об этом, кстати, у нас было видео, и Европу захлестнули шоковые волны, аграрная Финляндия, слабо включенная в международные рынки, довольно быстро с этим справилась. Впрочем, Великая Депрессия не могла пройти незаметно. Как и во многих европейских странах, в межвоенный период в Финляндии произошел подъем крайне правого движения, приправленного изрядной долей радикального антикоммунизма. В этой части света он по понятным причинам был довольно актуален. В авангарде этого тренда шло фашистское движение Лапуа. Финские фашисты сумели продавить в парламенте так называемые коммунистические законы, которые фактически запретили коммунизм в Финляндии. После попытки госпереворота в 1932 году движение было разгромлено, однако идея Великой Финляндии никуда не делась, и среди небольшой части населения она даже стала весьма популярна. Ну, просто потому что какое национальное государство без утопической идеи, а великой версии себя. В этом смысле Финляндия, конечно, развивалась в духе времени. И угадайте, какой большой сосед Финляндии был этому рад и немедленно воспользовался ситуацией в своей антифашистской риторике. Иосиф Сталин смотрел на Финляндию как на княжество без князя, как на еще один кусочек пазла, который ему предстояло соврать в рамках своего нового имперского проекта. И хотя Финляндия и Советский Союз заключили многочисленные мирные договоры в 20-х и 30-х годах, включая договор о ненападении, отношения между двумя странами оставались крайне напряженными. Это напряжение выразилось в оборонительной линии Маннергейма, возведенной финнами на пограничном с СССР Карельском перешейке. В конце десятилетия судьба Финляндии вновь оказалась связана с договоренностями больших европейских держав. В 1939 году Пакт Молтова-Риббентропа оставил Финляндию на растерзание Красной Армии. Не приняв требования территориального обмена, предложенного Сталином, Финляндия оказалась на пороге новой войны на своих восточных границах, которая вошла в историю под названием «Зимний». Финляндия вела против Красной Армии тотальную войну и мобилизовала все силы на защиту своей независимости, и оттого, возможно, ее поражение не стало таким сокрушительным, каким его хотели видеть в Москве. Финляндия осталась независимой, но отдала за это часть своих территорий, включая второй город страны Выборг и полуостров Ханка — Гангут по-шведски. Спустя два столетия после Северной войны большая история вновь вернулась в эти земли. И снова причиной больших перемен стал город на Неве, теперь Ленинград, от которого Сталин хотел как можно дальше отодвинуть финскую границу. Финны стали искать союзников в Европе. Сначала они попытались договориться со Швецией, но эти попытки заблокировал Советский Союз. А вот с Германией тогда формально союзницей с СССР было проще. Такая ирония. Финны присоединились к войне против СССР почти сразу, обозначив свою войну как бы отдельной от немецкого вторжения. И формального договора действительно не было, а целями являлись утраченные территории. Все это красиво выглядело на карте и стройно звучало в голове финских политиков, но на деле различия между военными целями Финляндии и Германии не всегда, мягко скажем, легко проводить. Ну и, конечно, финнам не удалось оставить свои руки чистыми. Вскоре стало ясно, что решение дружить с Германией оказалось ошибочным. Финляндия формально воевала теперь еще и с Великобританией. В 43-м году стало понятно, что Гитлер войну проигрывает, но пути назад не было. Страна зависела от немецких поставок. К 44-му году этот вопрос решила Красная Армия наступлением на Карелию. Все вернулось к ситуации 39-го года. Финны прекратили сопротивление, разоружили немцев и выгнали их из Лапландии. А еще и обязались в течение 6 лет выплатить Советскому Союзу 300 миллионов долларов в виде военных репараций. В современных деньгах-то кажется около 4 миллиардов. И вот здесь произошла эпохальная развилка, оставившая Финляндию в лоне западноевропейской цивилизации, в то время как ее восточноевропейские соседи стали частью социалистического блока. Как же так вышло? Финляндия, как и все неудачники Второй мировой и к Востоку от Берлина, попала в советскую сферу влияния. Сотни общественных организаций были распущены как антисоветские, а забаненная 14 лет назад коммунистическая партия была вновь зарегистрирована. Красная Армия комфортно расположилась на арендованной военно-морской базе в Порк-Кале, в 17 километрах от Хельсинки. Казалось бы, чего тут думать? Очередной готовый полигон для социалистического эксперимента. Но финский президент Пааси Киеве в апреле 48-го заключил с СССР договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. По нему Финляндия лишалась права вступать в военные союзы и обязывалась помочь Советскому Союзу в случае наступления через ее территорию всяких германских и прогерманских фашистских сил. Армия СССР при этом без отдельного соглашения сама не могла пересекать советско-финскую границу. Платой за это уникальное соглашение стало обещание не включать в страну Восточный блок. Сама возможность подобной договоренности обеспечивалась тремя вещами. Во-первых, Финляндия не была оккупирована во время войны. Хельсинки остались одной из трех европейских столиц, которые не были оккупированы в ходе Второй мировой. Во-вторых, в Москве ожидали, что легализованная коммунистическая партия добьется Финляндии победы на выборах. Но почему-то оказалось, что без советских танков народ как-то не очень активно голосует за коммунистов. В 1948-м было сформировано социал-демократическое правительство, которое вывело коммунистические элементы из госорганов и установило официальные контакты со Скандинавией и Западной Европой. Коммунисты перешли в контрнаступление через профсоюзы, но к началу 50-х годов были маргинализированы до такой степени, что вообще были выключены из политической борьбы. Ну и в-третьих, нельзя было просто взять и тупо оккупировать Финляндию, потому что, ну, Советский Союз хотел получить свои репарации, да и просто вторжение в страну выглядело невероятно дорогим проектом. Формально нейтральная, вполне капиталистическая, но абсолютно безвредная Финляндия стала служить отличным международным хабом и вообще, так сказать, окном в Европу для забившего все остальные отверстия сталинского СССР. В первые послевоенные годы репарации поглощали все ресурсы Финляндии. Страна находилась в состоянии нищеты. Более 40 тысяч финнов после войны бежало из Карелии, а Лапландия лежала в руинах после разрушительного отступления вермахта. Опция согласиться на американский план Маршалла для нейтральной Финляндии была недоступна, но она, тем не менее, регулярно получала кредиты от США, что помогло ей в конечном счете выплатить репарации в 52-м. Освободившись от их бремени, Финляндия галопом понеслась в сторону тотального благополучия по образцу своих скандинавских соседей. Урбанизация пришла в Финляндию поздно, зато проходила стремительно. В полном объеме распорядившись свои свободы, финны торговали со всеми. Более 70% торговли Финляндии приходилось на западные страны, а при этом крупнейшим торговым партнером оставался Советский Союз. Искусство балансировать внутри биполярного мира финны освоили в совершенстве. Президент Кик Конен в своем выступлении на Генассамблее ООН в 61-м году сформулировал финскую миссию в Холодной войне так. «Мы считаем себя врачами, а не судьями. Мы не должны выносить суждения или осуждать. Скорее, мы должны диагностировать и пытаться излечить». Для финского нейтралитета вообще любили придумывать метафоры. Говорили, например, что политика Финляндии – это мост между Востоком и Западом. Но мне больше нравилось другое сравнение в духе Фридриха Ницше, где говорилось, что финны – это профессиональный канатоходец, шагающий над пропастью. Но далеко не все были в восторге от Финляндии. На Западе многие критически смотрели на советско-финские отношения. Время было напряженное, и сухой прагматический подход финнов казался лишь ширмой, за которой Кремль прячет реальную зависимость Финляндии от Советского Союза. В политический жаргон эпохи вошел уничижительный термин «финляндизация», обозначающий как раз такую ситуацию. В ней обвиняли, например, канцлера ФРГ Вилли Бранта во время сближения Западной Германии с СССР. Но, несмотря на все сомнения, Финляндия стала одним из плацдармов международной разрядки в 70-х. В 75-м в Хельсинке прошло совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт этого совещания стал креугольным камнем системы европейской безопасности и в конечном счете заложил основы для демонтажа восточного соцблока. После 75-го финский нейтралитет получил широкое признание, и дискуссия о финляндизации начала затухать. Американские политики часто приезжали в Финляндию, чтобы продемонстрировать поддержку финскому курсу. Рейган даже в финскую сауну как-то сходил и остался под большим впечатлением. В сентябре 90-го года на излете перестройки в Хельсинки встретились Джордж Буш, старший и Михаил Горбачев. В 80-х же, пока Советский Союз сводил концы с концами и был на финишной прямой своего существования, Финляндия переживала экономический бум, подойдя вплотную ко всеобщему общественному процветанию. Финляндия вслед за своими скандинавскими партнерами эволюционировала в преуспевающее постиндустриальное общество. В исконно аграрной Финляндии на долю сельского хозяйства теперь приходилось всего около 8% ВВП. Ограничения, наложенные на Финляндию Советским Союзом, постепенно спадали, пока не исчезли окончательно вместе с собственно Советским Союзом. Крах коммунизма при этом не прошел для Финляндии бесследно. В 90-х страна переживала жестокий экономический кризис, один из худших в истории. Главный торговый партнер рухнул в пропасть и потребовалось несколько лет, чтобы наладить прежние экономические связи. Не стало Советского Союза, кончилась холодная война. Свободная от своих послевоенных обязательств Финляндия вступила в Евросоюз, приняла Евро и наконец стала той самой Финляндии, которую мы все знаем. Самой счастливой страной в мире. Чего Финляндия не сделала тогда в 90-х, так это не отказалось от своей политики военного нейтралитета, которой придерживалась полвека и которая сделала ее одним из главных феноменов 20-го века. Причем, если раньше следование этому принципу было скорее невольным, то уже после крушения коммунизма такая политика стала добровольной и поддерживаемой большей частью населения. И хотя расширение НАТО на бывшие страны соцблока Финляндия поддержало, себе финны такой судьбы не хотели. Тогда казалось, что все угрозы европейской безопасности уже устранены, и военные альянсы это просто такие анахроничные артефакты от уже ушедшей страшной эпохи. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Напоминаю, что вы тоже можете это сделать, если хотите смотреть ролики без рекламы и на сутки раньше. На Бусти, если вы живете в России, или на Патреоне, если вы живете за границей. Спасибо всем остальным, кто смотрит эти ролики. Не забывайте ставить лайки, если это видео вам понравилось, шерить его с друзьями, писать свои комментарии и подписывайтесь на канал обязательно. Для нас это очень важно. Увидимся через неделю.